Пришел 17-й год. Мы в Финляндии, отречение государя. Государь это было все, священное имя. Мне сказали, уезжайте, уезжайте скорее из Петербурга. Из Петербурга переехали в Тихвин. Из Тихвина в Старую Руссу. А из Старой Руссы мне говорят, что, знаете что, вы, наверное, встретите мужа вот такого Колчака. Для этого ехать нужно в Ярославль. Подъезжаем мы в этих теплушках, все с детьми маленькими, к Ярославлю. А у Ярославля восстание. И говорят, поезжайте на юг. Опять как-то мы с детьми в теплушках. А везде, значит, обыски. В вагонах уже нету. Все эти красные сиденья ободранные. Ужасно. Стреляют везде. Подъезжаем мы к Киеву. И узнаем, что на юге формируется добровольческая армия. И вот там я нахожу моего мужа. Муж в отчаянии. Россия погибает. Ну, в конце концов, последнее рождество в Екатеринодаре. А у детей корь. Больны. Жар. Ехать невозможно. Только платформы. Дилемма такая. Муж остается, расстреляет. Надо ему уезжать. Я говорю, уезжай. Я остаюсь без денег. С больными детьми. Одна в Екатеринодаре. В Екатеринодаре цирк был. И хозяин цирка тоже бежал. И лошади. Выбирай лошадь, какую хочешь. Я выбрала себе хорошую лошадь. И вторую, на которых детей посадила. И их привязала к седлам. И они видят, как я хорошо. Хорошо. Хороша в седле. А я говорю, дай-ка винтовку. Я постреляю. Постреляю хорошо. Вдруг приходит ко мне казачество. Один с такими усами. Становится на колени. И дают мне вот такую, не знаю, глу какая-то такая. Выбираем тебя нашим вождем, нашим атаманом. Я говорю, хорошо. Мне все равно было. Лишь бы ехать. Остаться без всего. Спасаться. И вот началась в продолжении года. Моя боевая жизнь на Кавказе, в горах, с казачеством. Бои, бои, без конца. Буденовцы боятся в лес идти. Только ходят по шляху. Шлях это хайлей. По шляху. Мы всегда атакуем их. Они обрезают лошадей по стрелке. Впереди убегают вперед, а другие назад. А все нам остается. Амуниции. И да, все остается нам. А в станицах голубь, бабы с детьми, казачки, старики, старухи. Ничего не имеют. У них уже все отобрали. Я говорю, все, все по аулам, аулам там, по станице, аулам, где черкесы зовут, аулам, станицам казачьим. Все раздавать. Мы передвигаемся дальше через станицы. Я говорю, что же эти казачки с детьми благодарят меня, матушка, да ты нас спасла, наших детей. Теперь заметила, что как-то по ночам что-то неладное. Оказывается, казаки делают вылазки к красным. Но я вижу, что дележи идут. Какие-то новые советские, красноармейские сапоги и так далее. Я сказала, мы в частном бою. Никакого грабежа, никаких убийств. Потом забирают премных. Мы прикончим их. Не убей. Мы спасаемся, отстреливаемся от врагов. И свою шкуру спасаем. Не убийством, а побегом. Мы позорно отступаем. Так не делайте второго убийственного позора к нам. В общем, бой. Мы наверху, буденец и внизу. Они нас как перепелок могли пострелять. И я с лошади падаю. И я уже очнулась, раненая, на буденовской тачанке. Это называлось тачанке. Не телега, а на тачанке. И меня уже везут в Екатеринодар. Я без сознания. Кровь у меня засохла. Я просыпаюсь. Что-то теплое на мне. Крысы лижут кровь мою. Но было мне как-то холодно. Я крысу погладила. Она около меня согревает меня. И вот потянулись ужасные дни. Такой был латис. Латис латис. Очень интересный джентльмен на вид. Хурит папиросу. На мне гасит папиросу. Кто с вами был? Я говорю, не знаю, казаки. Никого не знаю. Ну, вот, посмотрим. На следующий раз. Но у меня еще все это... У меня на вылет пуля была. Все еще болит. Но никакой помощи, ничего. Опять по ночам. По ночам. Я в одиночке сижу с крысами. В следующий раз. На следующий раз. Опять. Кто с тобой были? А там заговоры одного, другого. Много других партизанских отрядов. Я говорю, не знаю. Я ничего не знаю. Ничего не говорю. Ну, говорится, расскажешь нам потом. Меня привязывают на скамейку. И шум, по-моему, лупить начинает. Слушай, я прям без сознания опять в одиночку. Я хочу лечь на спину. Не могу. У меня рубашка прилипла к кранам. Я ложусь на животе, лежу целый месяц. В конце концов, приносит камеру, является комиссар. Весь, конечно, в черном, в кожаной одежде. И говорят, вас присудил военный трибунал. Не ЧК, а военный трибунал к высшей мере наказания. Это было в конце апреля. Ну, я думаю, я жду смерти. Я уж так все, так устала. Я за время заключения в одиночке вспомнила всего Пушкина, всего Лермонтова. Декламировала себе все русские молитвы. Перечитала, в общем, я была уже готова к смерти. И вдруг 1 мая является, говорят, высшая мера отменена. И у вас пожизненные принудительные работы на Соловке.